Добрый вечер в Нижнем Новгороде, 18 часов. Главные новости в жизни города и горожан к этой минуте. В Иксе начинаются работы по утилизации отходов. Об этом сегодня заявил министр экологии Нижегородской области Юрий Грошев. По его словам, один из собственников помещения готов самостоятельно оплатить расходы по утилизации. Но куда важнее, по его словам, не материальный ущерб, а опасность для населения. Сегодняшний день все пришли к выводу, что за территорию этого помещения опасные вещества не попали. И те помещения, которые там есть, они в принципе были использованы для хранения других вещей. И там сделаны глиняные замки, которые, собственно говоря, и помогли предотвратить утечку опасных веществ. Конкретных сроков окончания утилизации министр не обозначил, сославшись на долгий процесс подготовки необходимой документации. На Горьковской железной дороге завершается обкатка скоростного поезда «Талга». По завершении испытаний поезд, получивший название «Стриж», планируется запустить в постоянную эксплуатацию на маршруте Нижний Новгород-Москва. Регулярные перевозки начнутся по плану с марта этого года и придут на смену другому скоростному поезду «Сапсан». Бывшая сотрудница администрации Нижнего Новгорода вместе с подельниками обвиняется в земельных аферах. По данным следствия, обвиняемые изготавливали подложные выписки на земельные участки. Ущерб бюджету Нижнего Новгорода в результате мошенничества с участками слободы Подновье и слободы Печоры оценивается в 28,5 миллионов рублей. Ранее следственные органы уже неоднократно проверяли на предмет законности сделки с недвижимостью, совершаемые при участии нижегородских чиновников. Так, в начале этого года был арестован бывший глава территориального управления Росимущества по области Андрей Бухаров. А в ноябре прошлого года Следственный комитет инициировал проверку в отношении главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина на причастность его к незаконному участию в предпринимательской деятельности. Об итогах проверок в настоящее время ничего не известно. По словам источника РБК Нижний Новгород, в правоохранительных органах проверки в отношении Сорокина продолжаются. По другим же данным, следователям не удалось доказать незаконность совершенных сделок. Нижегородцы отказываются от отдыха. Данные о том, что продажи путевок снизились более чем на две трети, публикуют сегодня «Комсомольская правда» Нижний Новгород. Все подробности в материале Валентины Тимониной. Такой обвал в спрос объясняется несколькими очевидными факторами – девальвация рубля и всеобщая экономия. Если долларовая стоимость путевки изменилась незначительно, то по факту нижегородцы должны отдать за нее в два раза больше, чем годом ранее. Директора Нижегородского турагентства «Спутник» не подтверждает. Горекитовый 70-процентный спад, отмечая, что реальные изменения будут заметны позже. Даже если необходимая на отдых сумма есть в семейном бюджете, тратить ее горожане не спешат, готовясь к улучшению ситуации, объясняет Александр Мазин. Первая причина – просто реальное снижение доходов. Причем не только реальных из-за роста цен, но и номинальных. Многие фирмы не то что прекратили индексацию зарплаты, а даже снижаются. Люди готовятся к трудным временам. Дело не только в том, что, понимаете, сегодня доходы упали, люди ждут, что дальше будет еще хуже. Поэтому они меняют структуру потребления. По словам эксперта, прогнозы об уходе с рынка 70% туроператоров более чем правдоподобные. Чудес в экономике не бывает. Туристический рынок страдает в первом, так как путешествие – не предмет первой необходимости. На других отраслях экономики ситуация также скажется в первую очередь. Сокращение персонала, уменьшение доходов приведут к разорениям в бизнесе. Подтверждается это уже и статистика. Например, дилеры повторяют слова про 70%, но уже в контексте продаж автомобилей. Завтра в городе сохранится снежная погода. Утром 0-1 градус, днем до минус 4. Всем хорошего завершения дня. Смотрите и читайте Горький ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова